Во второй половине XVIII века во Франции сложилась ситуация, когда на пути бурного капиталистического развития страны непреодолимым барьером вставали многовековые феодальные отношения, законы и традиции. Со времен раннего Средневековья сохранилась феодальная система землевладения, так называемый сеньореальный строй. Как и в прошлые столетия, в деревне сеньоры, владевшие обширными земельными угодьями, взимались крестьян повинности за пользование землей, натуральные или денежные. Размер повинностей был установлен много веков назад. Владельцам земли рента не приносила нужных доходов, так как цены значительно выросли. К тому же сеньоры давно утратили былую власть над крестьянами, которые были лично свободны и в любой момент могли уйти от своего хозяина. Дворяне требовали увеличения размера повинностей, ссылаясь на давно забытые тексты древних законов и договоров. Крестьяне, семьи которых работали на одном участке земли много веков, давно считали его своим. Их возмущало поведение сеньоров, желающих увеличить повинности без видимой причины. Большинство провинциальных дворян беднело и разорялось. При этом во Франции не существовало закона о частной собственности на землю, который позволил бы хозяину по своему усмотрению покупать и продавать ее. Землевладелец не мог свободно распоряжаться своей собственностью. Мешали развитию страны и сословные привилегии. На первые роли в государстве по-прежнему могла рассчитывать только родовая аристократия. Дворяне, а также и духовенство пользовались различными налоговыми льготами при получении должностей. Среди простолюдинов или третьего сословия было много способных, образованных и даже очень богатых людей, владеющих важными для страны профессиями банкиров, юристов, учителей, владельцев мануфактур. Однако все они считались низшим сословием и не могли подняться выше определенной ступени на социальной лестнице. Обедневшие дворяне, порой доведенные до нужды, вели жалкое существование в своих родовых замках. Они ненавидели высшее дворянство, занимающее придворные должности, завидовали богатые буржуазии, однако не могли и не хотели заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, чтобы не унизить своего достоинства. Высшее дворянство, особенно семьи, представленные ко двору, проматывали огромные средства на праздниках, охотах и официальных церемониях. На жизнь при дворе не хватало доходов даже с очень крупных родовых поместий. Придворные залезали в долги, размеры которых катастрофически росли. Жизнь в Версале называли пропастью, в которой исчезали огромные состояния. Однако аристократия Франции больше всего боялась утратить свои привилегии и принимала в штыки попытки любых реформ, угрожающих ее традиционному положению. Королю Франции Людовику XVI досталась в наследство полная казна, но поддержка Франции североамериканских колоний в их борьбе за независимость сильно подорвала финансы страны. За счет государственного бюджета выплачивались пенсии и пожалования аристократическим семьям, финансировался дорогостоящий двор и содержалась королевская семья. В 1781 году были обнародованы данные о плачевном состоянии финансов страны и угрозе государственного банкротства. Эти сведения вызвали возмущение многих слоев общества, понимающих, что государству грозит гибель. Репутацию королевской семьи давно скомпрометировали многочисленные скандалы, связанные со злоупотреблением финансами. Сильное влияние на общественное мнение оказало дело об ожерелье королевы. Королева Франции Мария Антуанетта, как и все члены ее семьи, тратила огромные суммы на наряды и украшения. Однажды мошенники, имеющие доступ ко двору, заказали придворному ювелиру от имени Ее Величества бриллиантовое ожерелье, дав обещание расплатиться позже. Когда ювелир напомнил королеве о долге, она просто выставила его вон. Происшествие получило широкую огласку. Вся Франция знала, как легко королева тратит деньги на свой гардероб. Никто не усомнился в правдивости этой истории. Французы лишний раз уверились в том, что государственные деньги тратятся впустую. Лишь спустя некоторое время специально организованное следствие доказало, что в данном случае королева невиновна. Однако на улицах Парижа и других городов появились многочисленные нелегальные издания, памфлеты, листовки и карикатуры, высмеивающие королевскую чету и монархию в целом. Кроме того, в 1788 году в стране после засушливого лета наступила очень суровая зима. В разных областях королевства начались продовольственные бунты. Правительство было не в силах справиться со сложившейся ситуацией. В 1787 году пребывающий в растерянности король созвал совет на таблей, куда входили принцы крови, самые родовитые дворяне, крупные влиятельные чиновники и духовные лица. Король предложил программу реформ, необходимых по мнению правительства для преодоления возникшего кризиса. Однако на табле не утвердили эту программу. Тогда Людовик XVI решил прибегнуть к другому средству. Он хотел найти помощь и поддержку среди сословий и созвал генеральные штаты, которые последний раз собирались более столетия назад. Это решение стало важным событием для всей просвещенной Франции. Представители третьего сословия связывали с генеральными штатами надежды на проведение серьезных и последовательных реформ. Весной 1789 года начались выборы в генеральные штаты. Предварительно кандидаты выступали перед избирателями со своими программами. Их речи затем активно обсуждались в печати и общественных местах. Принимать участие в выборах могли дворяне и духовные лица, а также мужчины-налогоплательщики, достигшие 25 лет. По предложению избирателей, король увеличил число представителей от каждого сословия – дворянства, духовенства и третьего сословия – с 200 до 400 человек. Таким образом, сторонники реформ, которых было особенно много среди депутатов от третьего сословия, надеялись увеличить число своих единомышленников при индивидуальном голосовании. 5 мая 1789 года состоялось первое заседание генеральных штатов. Речь Людовика XVI заставила многих присутствующих испытать сильное разочарование. Король сообщил, что не намерен менять что-либо в системе работы собрания. Представители каждого сословия должны были обсуждать вопросы раздельно, а при принятии решений каждая из сословий обладает одним общим голосом. За работой собрания с огромным вниманием наблюдали парижане и жители других крупных городов. На улицах собирались толпы людей, которые обсуждали последние новости, связанные с заседаниями, и бурно выражали сочувствие депутатам-реформаторам. Ощущая поддержку со стороны общественности, депутаты третьего сословия решили нарушить вековые традиции французского королевства и 17 июня 1789 года провозгласили себя национальным собранием. Король, не ожидавший ничего подобного, запретил вольнодумцам 21 июня принимать участие в работе генеральных штатов. Однако депутаты-реформаторы, которых не пустили в зал, где проходило заседание, решили собраться в другом помещении, предназначенном для игры в мяч. Там они дали клятву не расходиться до тех пор, пока не будет принята Конституция Франции, а также другие законы, которые ограничили бы власть короля. Чувствуя, что атмосфера накаляется, Людовик XVI предпочел не мешать национальному собранию проводить свои совещания. В них стали принимать участие и депутаты от сословий дворян, и духовенство. Однако 21 июня король выступил с речью, в которой сообщил, что не потерпит Конституции, которая ограничивала бы его абсолютную власть. Тогда участники национального собрания провозгласили себя учредительным собранием и объявили своей главной целью подготовку и принятие Конституции Франции. В Париже началось восстание. Разграбив оружейные лавки, восставшие двинулись на восточную окраину города к тюрьме Бастилии, где находились большие запасы пороха. Когда-то Бастилия была защитной крепостью, охранявшей город от врагов. Затем французские короли стали использовать ее как тюрьму для политических заключенных. Однако в период правления Людовика XVI в ней содержалось лишь несколько мелких уголовных преступников, которых охраняло небольшое количество солдат. Выслушав отказ коменданта открыть ворота, восставшие взяли крепость штурмом. До этого момента народные низы играли в событиях последних дней роль наблюдателей. Теперь они стали их активными участниками. Поэтому разрушение Бастилии стало символом новой эпохи в жизни Франции. С этого момента участники уличных выступлений, незнатные горожане, небогатые ремесленники, торговцы, наемные работники стали называть себя санкюлотами, то есть людьми из народа, в противоположность аристократам и богачам. После французского восстания 14 июля 1789 года революция вышла за пределы Парижа. Повсюду создавались муниципалитеты, органы новой революционной власти. Для ее охраны формировались отряды национальной гвардии, во главе которой по решению национального собрания был поставлен генерал Лафайет, герой войны за независимость в Северной Америке. В это время крестьяне, испуганные слухами о намерениях врагов революции уничтожить урожаи, стали предавать огню замки и поместья аристократов. К концу лета 1789 года пожары полыхали по всей Франции. Дворяне бросали свои дома и имущество и бежали за границу. В этой обстановке учредительное собрание принимало судьбоносные для страны законы. Так был упразднен сеньориальный строй и отменены личные права сеньоров. 26 августа 1789 года была принята Декларация прав человека и гражданина. В ней были воплощены основные политические идеи эпохи просвещения. В декларации утверждалось «Источник суверенитета находится по существу в нации. Никакая корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая не исходит явно из этого источника». Таким образом, отвергалось традиционное утверждение о божественной природе королевской власти. В этом документе были перечислены неотъемлемые права каждого француза – право на свободу, право на собственность, право на безопасность и сопротивление угнетению. Здесь также говорилось о решающей власти закона и о невозможности принуждать к действиям непредписанным законом. Драгоценнейшими правами человека называлось право свободно мыслить и высказывать свое мнение. В октябре 1789 года, под давлением толпы санкюлотов, вторгшихся в Версальский дворец, король переехал в Париж и разместился в Тюэлерийском дворце. Туда же перебрались министры и учредительное собрание. Оказавшись в революционном Париже, король лишился поддержки сторонников абсолютизма – роялистов. Однако и участники учредительного собрания теперь находились под пристальным наблюдением со стороны революционных масс. Учредительным собранием были приняты законы о свободе хозяйственной и предпринимательской, а также политической деятельности, упразднении сословных различий и всеобщем гражданском равенстве. Затем была проведена муниципальная реформа, по которой вся страна делилась на 83 равные по площади департамента и введена единая во всем государстве система мер и весов. В 1789 году был также принят закон о передаче всех имуществ в церкви в распоряжение государства, а в 1790 в силу вступил закон о гражданском устройстве духовенства, по которому все духовные лица становились государственными служащими. Стремясь решить тяжелую финансовую проблему государства, депутаты учредительного собрания решили выпускать ценные бумаги – ассигнаты. Первый их выпуск был успешным, ассигнаты ценились наравне с деньгами. Вдохновленные этим депутаты вновь осуществили выпуск ассигнатов. Результатом этого решения стал резкий скачок цен и инфляции. Летом 1791 года была завершена работа над конституцией. Этот документ превращал Францию в конституционную монархию. В руках короля теперь была только высшая исполнительная власть. Он возглавлял правительство, был главнокомандующим армии, назначал министров, принимал главные внешнеполитические и внутриполитические решения. Законодательная власть принадлежала законодательному однополатному собранию. Создавался независимый от исполнительной и законодательной власти Верховный суд. Конституция объявила всех граждан единственным источником властей. Члены законодательного собрания должны были определяться на свободных выборах. Однако избирательными правами наделялись лишь мужчины, которые удовлетворяли имущественному цензу, то есть платили определенную сумму налогов и проживали не менее шести месяцев в одной местности. Таким образом, в выборах реально могла участвовать половину мужского населения Франции. Такой вариант Конституции удовлетворял не всех депутатов. А после неудачной попытки Людовика XVI бежать за границу, которую он предпринял в июне 1791 года, многие из них стали сторонниками республики. Они требовали предать короля суду за измену государству. Однако умеренное большинство депутатов учредительного собрания отстояло разработанный вариант документа, так как боялась республиканского строя. Среди них были авторитетные члены собрания Граф де Мирабо и Лафайет, считавшие республику воплощением анархии. В сентябре 1791 года Конституция была принята учредительным собранием. Король Франции принес на ней клятву. Учредительное собрание было распущено, а к работе приступило новое законодательное собрание, выборы в которое были проведены предварительно. Жители Франции постепенно разделились на группы, в зависимости от того, как они относились к революции. Роялистами, то есть сторонниками абсолютизма, называли аристократов, лишившихся в ходе революционных событий своих привилегий и имущества. Со временем слово «аристократ» стали применять ко всем врагам революции. Революционеров называли патриотами. В законодательном собрании тоже появились различные политические группировки или партии. Во главе каждой из них стояли лидеры, которые пользовались авторитетом у всех членов партии. Так сторонники конституционной монархии всегда рассаживались справа от кресла председателя, их стали называть «правым крылом» или «правыми». Первоначально одной из групп был Якобинский клуб. Собрания политических единомышленников, большинство из которых было сторонниками конституционной монархии, проводились в монастыре святого Якова, поэтому они стали называть себя якобинцами. Их лидерами были Робеспьер, Марат и Дантон. Республиканцы же, размещавшиеся всегда с противоположной стороны, образовывали левое крыло. Большая часть депутатов не имела ярко выраженных политических убеждений, за что получила презрительное прозвище «болото». С течением времени политическая ориентация членов различных групп и партий менялась. На разных этапах революции одни и те же люди могли принадлежать к разным группировкам. Летом 1791 года противостояние между сторонниками республики и конституционной монархии усилилось. Осенью раскол произошел даже внутри якобинского клуба, из него ушли монархисты. Оставшиеся депутаты-республиканцы разделились на два лагеря – жирандистов и монтаньяров. Лидерами жирандистов были Брессо, Кондарсе, Петион, Мадам Рулан. Во главе монтаньяров стали Корно и Робеспьер. События, происходящие во Франции, вызывали ужас у европейских монархов. В феврале 1792 года Пруссия и империя Габсбургов заключили военный союз. Они были готовы вмешаться во внутренние дела Франции для защиты монархии и королевской семьи. Перспектива войны обрадовала роялистов и Людовика XVI. Они не сомневались в поражении Франции и надеялись, что победившие державы восстановят в стране монархию. Жирандисты также одобряли участие Франции в войне, но рассчитывали на ее победу и окончательное падение королевской власти. В апреле 1792 года Франция объявила войну монархии Габсбургов и Пруссии. Однако французская армия не смогла взять инициативу в свои руки. Над государством нависла угроза иностранного вторжения. Тогда во Франции начинается массовое движение добровольцев, откликнувшихся на призыв «Отечество в опасности». Однако его участники считали, что для победы над внешним врагом необходимо победить контрреволюционного врага внутри страны и, в первую очередь, королевский двор. Стекавшиеся со всех концов страны в Париж добровольцы представляли собой грозную и решительную силу. В это время в столице Франции начинает звучать популярная песня солдат республиканской армии Марсельеза. Вскоре она стала революционным гимном французов, а спустя столетия и государственным гимном страны. 9 августа 1792 года в Париже вспыхнуло восстание, поддержанное городскими низами. Волнения санкюлотов начались в крупных городах Франции уже давно. Их причиной была дороговизна и нехватка продуктов питания. Они требовали принять законы о ценах и наказать спекулянтов и аристократов, которых считали причиной всех бед. Во главе Парижского восстания встали делегаты Парижа в законодательном собрании. Они образовали коммуну. Толпы восставших, направляемые коммуной, хлынули к Тюллерийскому дворцу, в котором жили королевская семья и король. Дворец был взят штурмом, а Людовик XVI арестован. С этого момента насилие стало главным способом борьбы во французской революции. После победы восстания коммуна взяла управление Парижем в свои руки. По ее требованию было распущено законодательное собрание. Затем были проведены выборы в конвент, новое учредительное собрание. На этот раз в выборах принимали участие все мужчины, независимо от их материального положения. Для борьбы с роялистами, многие из которых находились в парижских тюрьмах, коммуна наделила своих депутатов правом вершить над ними самосуд прямо в камере. Это событие получило название «Сентябрьские убийства». 21 сентября начал работу национальный конвент. На втором заседании депутаты объявили Францию республикой. В ознаменовании нового этапа в жизни страны конвент учредил новый революционный календарь. 22 сентября 1792 года стало первым днем республики и первым днем нового года. Основная борьба в конвенте развернулась между жерандистами и монтаньярами. И те, и другие были убежденными сторонниками республики. Партию жерандистов составляли образованные буржуа. Они не хотели решать политические вопросы с помощью вооруженных толп и не любили митингов и народных собраний. Их целью был конституционный путь развития страны. Противники жерандистов придерживались другого мнения. Слово «монтаньяры» было образовано от французского слова «монтань» — «гора», так как на заседаниях конвента члены этого течения рассаживались на самых верхних рядах. Монтаньяры считали, что рано вкладывать меч в ножны и делали ставку на санкюлотов. Монтаньяры знали нужды народных низов, сочувствовали им и умели находить с ними общий язык. Бедняки считали их защитниками простого народа. В 1792 году жерандисты вышли из якобинского клуба, а название якобинцев закрепилось за монтаньярами. Камуна хотела публично низвергнуть символы побежденной монархии. Ее члены требовали суда над Людовиком XVI, как над предателем и контрреволюционером. Желание коммуны разделяли якобинцы-монтаньяры. Они выступили в конвенте с предложением решить судьбу короля. Якобинцы считали, что вина бывшего монарха уже признана французским народом и остается только определить меру наказания. Жерандисты настаивали на невиновности короля согласно Конституции 1791 года. Определяющим оказалось мнение болота, проголосовавшего за судебный процесс над королем. 21 января 1793 года Людовик XVI был признан виновным и казнен. Казнь короля, которой добивались якобинцы-монтаньяры, укрепила их авторитет в глазах народных низов и коммуны. Якобинцы настаивали на удовлетворении требований санкюлотов в конвенте. Весной 1793 года эта партия образовала с коммуной политический союз, действующий от имени революционно настроенной бедноты. В это время произошел новый виток инфляции. Городская беднота требовала принятия закона о максимуме цен. Во главе этого движения стояли Жак Ру и Жан Варле, которых называли бешеными. При поддержке коммуны и якобинцев им удалось осуществить свои требования. Конвент принял закон о максимуме цен на хлеб. Однако положение республики было непрочным. На внешних фронтах против французской армии выступили войска многих европейских государств. Внутри Франции вспыхивали контрреволюционные восстания и мятежи. Самым кровопролитным и жестоким был роялистский мятеж в марте 1793 года в северо-западных департаментах Франции. Он начался в Вандее и Британии. Сторонников монархии поддержали местные крестьяне, которые привыкли к патриархальному жизненному укладу. Борьба между повстанцами и революционерами, пытающимися подавить мятеж, продолжалась несколько лет. В обстановке, когда стране угрожали голод, внешние и внутренние войны, на первый план выдвинулись якобинцы-монтаньяры. Тысячи сторонников революции смотрели на них, как на защитников республики. Чтобы поддержать якобинцев, коммуна потребовала выхода из конвента главных их соперников, лидеров-жерандистов. Ответом на отказ депутатов подчиниться требованию коммуны стало восстание 31 мая-2 июня 1793 года. Жерандисты были лишены мандатов, а многих из них арестовали. Некоторые члены, изгнанные из конвента партии, бежали в провинцию, где возглавили мятежи против новой власти, действующие методом насилия. Три четверти страны было охвачено анти-якобинскими волнениями. 13 июля 1793 года в Париже роялисткой Шарлоттой Карде был убит один из лидеров якобинцев, которого называли другом народа – Марат. Якобинцы старались быстро провести через конвент законы в интересах народных низов. Были безвозмездно отменены все крестьянские повинности, а общинные земли разрешалось разделить между крестьянами. 24 июня 1793 года конвент принял новую конституцию. Франция была провозглашена демократической республикой. Ее граждане могли пользоваться самыми широкими правами и свободами – и законодательная, и исполнительная власть по этому документу должна была принадлежать однопалатному собранию. Конвент планировал провести референдум, на котором была бы утверждена новая конституция. Однако из-за массовых мятежей провести его не удалось. Затем конвентом были приняты закон о всеобщем максимуме цен на товары первой необходимости и закон о подозрительных. Теперь все граждане, подозреваемые в желании нанести вред революционной Франции, подлежали аресту и тюремному заключению без суда и следствия. Особый закон карал смертью скупщиков. Однако все эти меры не улучшили положение страны. В республике царил голод, не хватало топлива. Даже среди санкюлотов все чаще стали звучать призывы свергнуть власть якобинцев. Чтобы удержать власть, 10 октября 1793 года якобинцы приняли закон о временном революционном порядке управления страной. Утверждение Конституции откладывалось до заключения мира. Вся власть переходила к комитетам конвента, каждый из которых отвечал за определенную сферу жизни страны. Особенно широкими полномочиями были наделены комиссары Комитета общественного спасения и Комитета общей безопасности. Среди них были Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон. Борьбу с врагами революции комиссары этих комитетов вели с помощью революционного трибунала, созданного еще весной 1793 года. Процедура суда и следствия была фактически упразднена. Первыми на гильотину были отправлены жерандисты и бывшая королева Франции Мария Антуанетта. Все эти преобразования означали переход к диктатуре якобинцев, которую они осуществляли с помощью террора. Чтобы изменить положение на фронтах, новое правительство страны приняло декрет о массовом наборе в армию. Затем были объединены формирования добровольцев и регулярные войска. В результате была образована новая французская армия численностью около 1 миллиона человек. Во главе республиканских войск стояли талантливые командиры, происходившие из солдат, унтер-офицеров и национальных гвардейцев. Новая армия одерживала победы. С ее помощью были подавлены мятежи роялистов и жерандистов, а также изгнаны иностранные интервенты. Большинство якобинцев было искренне уверено в справедливости избранных ими методов управления государством. Они усиливали террор, отправляя в тюрьму и на казнь сотни жертв. Жители страны, особенно парижане, устали от арестов, казней, голода, инфляции и невозможности свободно торговать. Такие же настроения царили и в конвенте. Депутаты болота были измучены постоянным страхом стать жертвами террора. Вопреки обыкновению они перестали поддерживать правящую партию. Даже члены якобинской партии Жорж Д'Антон и Камиль де Мулен выступили с критикой политики Робеспьера и его сторонников. Результатом этого поступка был смертный приговор, вынесенный Робеспьером своим бывшим соратником. Ответной реакцией конвента стал заговор против Робеспьера. 27 июля 1794 года коалиция депутатов болота и некоторых якобинцев арестовала вождей террора Робеспьера, Сен-Джуста и Кутона. На следующий день они были казнены. Переворот был совершен по революционному календарю 9-го термидора 2-го года, поэтому его участники стали называться термидорианцами. Термидорианская коалиция, которая образовывали депутаты разных убеждений, постепенно исключила из своего состава сторонников террора. Были отменены законы о подозрительных и максимуме цен, распущен революционный трибунал. Страх перед террором ушел в прошлое. На рынках появились разнообразные товары. Однако вновь возникла проблема инфляции, которую вызывали новые выпуски бумажных денег. Городская беднота, о которой не заботились термидорианцы, опять оказалась не в силах покупать слишком дорогой хлеб. В августе 1795 года конвент принял новую конституцию. Согласно ей, Франция по-прежнему оставалась республикой, однако законодательная власть была отдана двум палатам Совету 500 и Совету старейшин. Этими палатами избирались пять директоров, которым принадлежало исполнительная власть. Такая форма управления государством стала называться директорией. К 1799 году новому правительству удалось обуздать инфляцию за счет сокращения выпуска бумажных денег. Благодаря проведенной денежной реформе в обращение вернулись надежные золотые и серебряные монеты. Таким образом возникла возможность для восстановления экономики страны. Франция продолжала вести войны против союза иностранных государств. Испания и Пруссия подписали с Французской республикой мир еще в 1795 году, однако на границах Франции стояли войска Великобритании, монархий Габсбургов и Сардинского королевства. Одной из армий, посланных на защиту Франции, командовал дивизионный генерал Наполеон Бонапарт. Как талантливый военачальник, он прославился еще во времена якобинской диктатуры, а затем завоевал авторитет термидорианцев, подавив одно из восстаний роялистов в Париже. Бонапарту удалось преобразить доставшуюся ему армию, которая была самой слабой во Франции и славилась плохим вооружением и расшатанной дисциплиной. Вдохновленные генералом солдаты выполнили задуманный Бонапартом маневр и разгромили австрийские и итальянские войска, обойдя их с тыла. Уже в мае 1796 года Наполеон заставил Сардинское королевство подписать мир с Францией. Затем, благодаря успешным действиям его армии, был заключен мирный договор из монархии Габсбургов. По этим договорам Франция получала большие территории – Северную Италию и Левый берег Рейна. Вдохновленный своими успехами, Наполеон предложил директории отправиться завоевывать Египет. Директория дала свое согласие. Она рассчитывала, что через Египет ей удастся добраться до колонии своего главного противника – главы антифранцузской коалиции Великобритании. Это островное государство невозможно было завоевать на море, там господствовал непобедимо английский флот. Поэтому французское правительство решило нанести удар по английским колониям, расположенным в Малой Азии. Однако, оказавшись в Египте, Наполеон понял, что его победоносные планы далеки от реальных возможностей. Британский флот отрезал его армию от митрополии. В 1799 году Наполеон был вынужден бросить армию в Египте, а сам тайно вернулся в Париж. В это время директория переживала свой самый глубокий кризис. Еще в 1796 году один из республиканцев, Франсуа Бабев, организовал заговор во имя равенства с целью свержения директории. Тогда он не добился успеха. Но к лету 1799 года большинство французов смотрели на директорию как на режим, доживающий свои последние дни. На выборах снова и снова побеждали роялисты, которые хотели реставрации бурбонов. Чтобы избежать возвращения к монархии и спасти завоевание революции, республиканцы были готовы пожертвовать рядом прав и свобод и создать вместо демократической авторитарную республику. Осенью перед директорией встал вопрос о том, кто сможет стать республиканским диктатором. Подходящим кандидатом на эту роль оказался Бонапарт, неожиданно появившийся в Париже. 18-19 брюмера 8 года республики или 9-10 ноября 1799 года был осуществлен государственный переворот. Бонапарт был назначен военным комендантом Парижа. Однако затем, преследуя свои планы, он предложил депутатам законодательных палат собраться в замке Сен-Клу недалеко от Парижа. Необходимость покинуть столицу Бонапарт объяснил возможностью роялистского мятежа. Изолировав таким образом депутатов и лишив их какой-либо поддержки, Наполеон предложил им ввести в стране чрезвычайное положение, передать все полномочия ему, коменданту Парижа, а затем самораспуститься. Встретив решительный отказ, генерал призвал верных ему солдат и приказал разогнать законодательные палаты. Но затем, чтобы получить от них документы передачи власти, он был вынужден собрать депутатов, еще не успевших покинуть замок. В окружении солдат депутаты проголосовали за все предложения Бонапарта. Это событие было началом новой эпохи Наполеона.